Некогда украшения центральной части города теперь жители Кольчугина называют не иначе, как болотом. Этот пруд зарос тиной и мусором, а в знойные дни водоем еще и смердит. А ведь это самый центр. И здесь можно было бы сделать отличное место для отдыха. Именно с этой благой целью кольчугинцы подали свой проект благоустройства территории на областной конкурс. На реализацию попросили 80 миллионов, но выиграть не смогли. Однако прежний губернатор, понимая социальную значимость проекта, все же решила направить 40 миллионов на расчистку пруда и благоустройство территории. Так сказать, с барского плеча. Но кольчугинцы не верят, что территорию приведут в порядок. Ну, я не знаю. По идее, тут уже давно эту удочку закидывали по поводу этого пруда. У меня вот ребенок в технику не учится, считай. Вот. Не знаю. Я сама училась, мать училась. Никто ничего не делает, ничего незаметно не видно. Вообще-то ждем благоустройства всего города, а не только этого пруда. У нас нет тротуаров, по которым можно ходить. Пройти, например, чуть-чуть подальше вообще невозможно. Не знаю, вычистит или нет, но нормального состояния ничего тут, наверное, и не будет. Вскоре на площадке госзакупок появился контракт на торги. Правда, не на 40 миллионов, а всего на 5. По этому контракту подрядчик должен был обустроить лежневые дороги и провести ремонтно-строительные работы по очистке пруда. На конкурс заявились 5 организаций. В результате торгов цена контракта упала до 3 миллионов 153 тысяч рублей. То есть почти на 40%. И выиграл его индивидуальный предприниматель из поселка Бавлено, что в Кольчугинском районе. Фамилия этого предпринимателя – Артамошин. Зарегистрировано ИП в квартире обычного жилого дома на улице Лесная. А вот телефонов этого самого Артамошина в интернете найти не удалось. Равно как и информация об его ИП. А ведь, чтобы выполнить условия контракта, нужна техника. Есть ли она у Артамошина? Вопрос. В контракте четко обозначены сроки завершения работ – до 30 ноября 2018 года. Но на календаре – декабрь. А по словам жителей, лишь один раз к пруду подъехал экскаватор и тут же увяз в грязи. Ведь дорогу, предусмотренную контрактом, подрядчик так и не построил. В результате вытаскивать застрявшую технику пришлось с помощью муниципального грейдера. Заказчиком работ является администрация Кольчугинского района. Свои вопросы по контролю за бюджетными средствами мы решили адресовать заместителю главы. Тот аукцион, который был проведен, вышел подрядчик со сроком окончания работ 30 ноября. Соответственно, из-за погодных условий срок перенесен. Ориентировочная дата начала проведения работ – 10 декабря, как заверяется подрядчик. Соответственно, в рамках закона будут к нему применены штрафные санкции за нарушение сроков проведения работы. Мы решили посчитать, сколько же примерно стоит очистка пруда от тыла. Для этого мы обзвонили организации, которые занимаются аналогичными видами работ. Оказалось, что средняя стоимость раздоработки грунта с последующей погрузкой на транспорт составляет 260 рублей за кубический метр. Объем илоб на пруду в Кольчугину, судя по документации, 21 840 кубов. Умножаем эти цифры и получаем сумму в 5 678 400 рублей. Это почти в два раза больше цены контракта. При этом с медом они включили транспортировку и утилизацию илового слоя. Если, конечно, подрядчик собирается его вывозить. А еще нужно сформировать берега и дно. Возникает вопрос, как подрядчик может справиться с такими объемами за такие небольшие средства. И что ему грозит в случае неисполнения обязательств. С этими вопросами мы обратились в одну из консалтинговых компаний, которая занимается проведением электронных аукционов. В том случае, если исполнитель вовремя не устраняет имеющиеся недочеты, то заказчик должен принять решение об одностороннем расторжении контракта, потому что он понимает то, что контракт будет не исполнен. И направляет материалов в федеральную антимонопольную службу для решения о включении подрядчиков и эстерных добросовестных поставщиков. Уже после нашего визита в Кольчугинский район его глава Максим Борошенков собрал пресс-конференцию. В частности, разговор коснулся и пруда. По словам главы района, расторгать договор с подрядчиком администрации не будет, но штраф на него наложат. Признал Борошенков и то, что виноват в затягивании сроков не подрядчик. Я вам вообще открою такой секрет. Ну, может быть, я там... Я уже своих отрогнал. Во-первых, когда мы обсуждали чистку, я сказал, чистится пруд только зимой. Значит, и без меня меня как бы женили. Значит, со мной сроки не согласовали и сделали срок исполнения контракта 30 ноября. То есть я когда уже об этом узнал, было поздно. На этой же пресс-конференции глава района раскрыл секрет, почему конкурс был выставлен именно на 5 миллионов рублей. Оказалось, такую сумму главе просто кто-то подсказал. Я многих ребят, в том числе наших местных, пожалуйста, проедьте, промерьте вот это вот иловое отложение в нем, сколько это будет примерно стоить. Все назвали от 4 до 5 миллионов. Ну, они не подписывались под это. И когда уже пришло время заявляться на конкурс, мы опять к этим ребятам обратились. То есть у нас будет вот 5 миллионов, и мы готовы разместить. Они говорят, да что, мы тут походили 15 миллионов минимум. Мужики, ну так не делается. Но мы конкурс будем объявлять на 5. Впрочем, жители Кольчугинского района такие ответы не удивляют. По их словам, в администрации в последнее время посты занимают не по профессиональному уровню. Например, МКУ, управление благоустройства и дорожного хозяйства Кольчугинского района возглавила женщина, которая раньше, как утверждают местные, была менеджером по продажам на том же самом заводе, в котором руководил нынешний глава района. Поэтому состояние дел территории людей уже не удивляет. Ну вот я сколько обращалась к ним, вот например, даже к этому, к Борошенкову. Ничего он мне не помог, не ответил. Это его право. Что значит в жилом фонде его право? Ну в общем, когда мне не помогли, значит плохо работают. Я так считаю. Вон возьмите тот же кижать, там он развивается. А у нас нет инвестиций в городе, посмотрите. Нету. Кто виноват? Не привлекает руководство. Маленьким детям вообще негде, некуда ходить. Какой-нибудь каточек бы, какие-нибудь игровые комнаты. Очень мало у нас для маленьких детей. Мне нравится многое в городе. Мне нравится, вот пруд не очистили. Обещали. Так. Мне нравится захламлен лес за белой речкой, роща. Это белая роща или как там. Она захламлена не знаю чем. Ну вот это вина, наверное, администрации. Наняли и утопили трактор-то. Это администрация виновата. Конечно, в упадок. Завод закрыли, рабочих мест нету. Людям приходится работать либо в магнитах с пятерочками, либо в Москву мотаться. Завод закрыл, который был градообразующим. Весь город работал на этих двух заводах. Там мебельная, насколько я помню, была какая-то. Не знаю, она сейчас существует или нет. Молодежь вся в Москву уезжает работать, туда-сюда мотаются. Что же касается реконструкции пруда, мы будем следить за развитием событий. Очень интересный итог, где остальные почти 37 миллионов рублей. И куда администрация района решила их потратить. Если на самую дорогостоящую часть работы очистку пруда выделили лишь три с небольшим. Мы просим надзорные органы тоже не оставаться в стороне и проследить за тем, как соблюдается выполнение столь неоднозначного контракта. Константин Миронов, Егор Хребко и Артем Горчаков. Шестой канал.